Итак, дорогие коллеги и родители, как вы поняли, мы сегодня познакомимся ближе с таким понятием, как аутизм. Я думаю, что уровень компетенции каждого из вас немножко разный. И на старте я, конечно, во-первых, хочу поблагодарить Московский институт психоанализа и Центр толерантности, которые приняли нас с этим форматом. И хочу сказать о том, что действительно есть такой федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Это организация, созданная как большое структурное подразделение университета и фактически она занимается вопросами оказания помощи специалистам, которые нуждаются в ней по всей России. И мы совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, совместно с нашими партнерами, это большое число НКО, государственных организаций, строим сеть региональных ресурсных центров по всей России для того, чтобы родители и специалисты, которые в регионе в каком-то не знают, как работать с детьми с аутизмом, получили ту поддержку, которая им нужна от своего регионального ресурсного центра. И родители тоже получили бы поддержку от своего регионального ресурсного центра. В настоящий момент их действует на территории Российской Федерации 23, половина из них получает прямую нашу помощь и сопровождение. И, собственно говоря, эта сеть региональных ресурсных центров, она будет расширяться. Я очень благодарен партнерам, которые с нами вместе работают вот на эту идею. Говоря о расстройствах аутистического спектра, мне хочется сказать, что действительно тема невероятно актуальная, но сейчас я так банально спрошу, кто слышал об аутизме. Вот все, кто сидят, скажут, я слышал об аутизме. Я говорю, кто считает, что его компетенции, кстати, это нужно сейчас протестировать. Я попрошу вас протестировать ваши собственные компетенции в порядке от нуля до пяти, по пятибалльной шкале. Значит, пять – это вы профессионалы в области аутизма, и вы чувствуете себя в этой проблеме достаточно компетентно и осведомленно. И знаете, как с такими ребятами работать в курсе последних тенденций, подходов, научных исследований. Ноль – вы ничего не знаете. Я даю вам ровно пять секунд на раздумье, к какой цифре от нуля до пяти вы себя относите, и дальше небольшой такой блиц-опрос. Хорошо? Пять. Итак, ноль. Довольно много. Один. Хорошо. Два. Интересно. Три. Четыре. Уже четыре меньше, да? И, наконец, пять. Я бы тоже на пять не стал руку поднимать, правда. Понятно. Значит, большая часть аудитории чувствует себя от нуля до трех, да? Я бы даже сказал, от единицы до трех. Тогда, тем более, то, что сегодня вы услышите и вы видите, будет для вас полезно. И я хочу сказать, наверное, в начале, перед тем, как мы начнем даже не лекцию, а семинар, я хочу рассказать всего лишь о трех коротких фрагментах моей жизни. Первый из них случился до 95-го года. Это, может быть, был 93-й или 94-й год, когда я занимался в художественной школе. И у нас была очень высокая девочка в художественной школе. И я при этом сам был очень маленький, вот такой вот, да? И в художественной школе она была, наверное, самая высокая. А я ей нравился, и при этом она как-то очень необычно себя вела. Вот представьте маленького ребенка трех лет, трехлетнюю красивую, кокетливую девочку, которой понравился взрослый мужчина. Можете себе, да, такую ситуацию представить? Вот как она входит в помещение и как она с ним заигрывает. Вот примерно так же эта высокая девушка заигрывала вот с таким вот невысоким мальчиком. Меня это очень сильно смущало, я бы даже сказал, иногда, наверное, даже раздражало, потому что вся художественная школа, хотя атмосфера там была довольно толерантная, надо мной чуть-чуть подхихикивала, и мне было очень неловко. Следующий фрагмент, это фрагмент уже в школе, это моя старшая школа, это примерно 95-96 год, когда у нас был мальчик, очень необычный. Он всегда ходил один, чаще всего хорошо особенно будет видно вам. Он стоял вот так за колонной и наблюдал за тем, кто ему интересен. Ну, иногда это был я, я всегда дружески был настроен. Дальше он неожиданно выбегал из-за этой колонны, примерно так. Он бежал вот так. Здравствуй. Жал мне руку и чувствовалось, что после этого он еще что-то хотел сказать, потому что он не уходил. Но даже если он что-то вспоминал еще, что можно у меня спросить, как-то дружба она не клеилась, потому что все это было очень сильно принужденно. И, наконец, третий фрагмент, о котором я хотел рассказать, это фрагмент о пионерской лагере Орленок, где я был пионер-вожатым. Там был маленький, очень обстоятельный мальчик, и он с директором нашей школы знакомился так, вам снова повезло или вам пусть повезет. Он подходил, он маленький был, это был четвертый класс, и говорил так, «Здравствуйте, Вячеслав Кондрашов». Он действительно был очень обстоятельный, при этом у него не было настоящих друзей, вот как мы это понимаем с вами, и бросалась в глаза одна интересная вещь. Вот представьте себе ситуацию купания в море, да? Это обычно такая всеобщая детская возня, да? Кто видел, знает. А где все друг друга, кто-то пытается другого потопить, кто-то за кого-то ухватится, кто-то друг от друга убегает, но так или иначе, это непрерывные тактильные контакты. Так вот этот мальчик, о котором я говорю о третьем, он на дух не переносил никаких тактильных контактов. Никаких. Его просто шарахало в сторону, если в воде кто-то случайно его задел. Это настолько бросалось в глаза, что я увидел это с первого раза, и дальше это постоянно так же было видно. В 2002 году мне посчастливилось попасть в Федеральный ресурсный центр, я попал туда в должности учителя-дефектолога. И начиная с этого момента, картина, я сразу увидел бешеное количество ребят с расстройствами аутистического спектра, их было сразу несколько сотен. И вот эти три ситуации в моей жизни заиграли совершенно другими тонами, совершенно другими красками. Я вдруг начал понимать, что в моей жизни были знакомые люди с аутизмом. При этом надо понимать, что у, по-видимому, у двух из них этого диагноза, я так думаю, и не стояло. Ну, просто такие ребята с какими-то странностями. Теперь вопрос к тем, кто оценил свои компетенции выше двух. Вот как я говорю слово аутизм, какие у вас ассоциации в связи с этим, да? Вот просто можно с места поднимать руку и говорить, аутизм, кто-то, аутизм это, да? Может быть, это касается проявлений, может быть, это касается каких-то ассоциаций, неважно, да? Ну вот, кто хочет? Что такое аутизм? Нарушение социальных контактов. Есть. Боязнь новизны. Боязнь новизны. Делаю, что я хорошо. Почему бы и нет? Да. Стереотипы. Стереотипы. Замкнутость. 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 Не всегда. Агрессивность. Агрессивность бывает. Бразблев. Я думаю, что если мы еще минут 15 поговорим, у нас все равно будет что сказать. Потому что аутизм относится к первозивным нарушениям развития, а первозивные это такие всеобъемлющие, всеохватывающие. И вот все то, что сейчас сказали, при этом очень верно было отмечено, что далеко не весь этот полный набор может быть у одного ребенка с аутизмом, но вместе с тем такие проявления достаточно часто встречаются у детей с аутизмом. С этим мы спорить не станем. И действительно, проверяя вашу компетентность, скажем, с первого слайда, похоже, что мне пригодится вот эта штучка, это некоторые проявления аутизма в первые годы жизни, когда диагноз еще не выставлен. Я бы сказал, наверное, наиболее часто встречаемые. Именно поэтому, когда мы делали инфографику, вот эту мы ее делали совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации. Сейчас вы знаете, министерства разделились. И вот, чтобы общественность обратила внимание, мы сделали несколько фрагментов, показали несколько симптомов аутизма. В их числе такие ребята редко, часто не реагируют на имя, часто не реагируют на имя. Такие ребята часто, уже в первый год жизни, не используют указательный жест, не для того, чтобы показать, что они хотят, не для того, чтобы со взрослым своим любимым родителем поделиться чем-то, что очень интересно, а там «во-во!» А вот этого не происходит. Также может не происходить подражание действиям других людей. Надо сказать, что есть проблемы вообще с подражанием. Ведь все, чему мы с вами учимся, оно основано на подражании, на имитации. Вот у ребят с аутизмом эта имитация, она проявляется очень плохо, иногда она в ранние годы жизни вообще не проявляется. Не использует речь для коммуникации. Действительно, у многих речь отсутствует, хотя это не прозвучало. И выражает просьбы, а также отказы при помощи нежелательного дезадаптивного поведения. И действительно, дезадаптивное поведение при аутизме есть. Если все согласны, мы идем дальше. Конечно же, наше понимание о расстройствах аутистического спектра пришло благодаря исследователям. И в частности, вот компьютер живет своей личной жизнью. Либо там есть домовой, либо там есть домовой. Либо он нарывается на диагноз. Он ведется немножко дезадаптивно, да? И Лорна Уинг, несколько десятков уже теперь лет назад, она выделила триаду нарушений, которые характерны для аутизма. На поверхности симптомы, связанные с нарушениями коммуникации. У нас с вами пока нет нарушений сейчас коммуникации. Нарушение социального взаимодействия. И она выделила ригидность, негибкость мышления у таких детей. Это то, что на поверхности на самом деле лежит. Потому что ригидность мышления – это стереотипное поведение. Она приписывала стереотипы как раз вот этой самой негибкости мышления. Ребенок не может себе представить, как вести себя по-другому. И вот поэтому он ведет себя стереотипно. В том числе и отсутствие символической игры. Представить, что один предмет является другим предметом. Например, носом. Вот это ребенку с аутизмом действительно сложно. Но то, что на поверхности, понятно. Но внутри она заложила уже ряд нарушений. В том числе нарушения эмоциональные. В том числе нарушения, связанные с переработкой информации. Это и сенсорные нарушения, и когнитивные нарушения. И нарушения самосознания, которые проявляются в чем? В том, что ребенок в три года еще не говорит «я». Действительно, вот годы идут, а мы понимаем, что при аутизме действительно все это присутствует. И основываясь на той самой триаде нарушений в более уже позднее время, в международной классификации болезней вошли критерии аутизма. Вы эти критерии наверняка хорошо знаете. Это все те же коммуникации, социальное взаимодействие и стереотипное поведение. И переходя к нарушениям социального взаимодействия, я хочу рассказать вам еще одну очень короткую историю. Дело в том, что буквально этим летом мне удалось увидеть совершенно необычную ситуацию. А как я уже понял, она на самом деле довольно обычная. Два ребенка встретились не в России, и на большой детской площадке здорово играли друг с другом в течение 25 примерно минут. И родители этих детей, ну как-то не принято сразу, дети-то познакомились быстро, а родители один в одной стороне площадки, другой в другой. Родители примерно через 25 минут поняли, что это вот семьи, семьи их детей из разных стран. 25 минут никто не подозревал, что это разные страны. Потом оказалось, что дети общаются друг с другом, причем очень интересно. Одна девочка говорила на русском, другая не на русском, не знаю, на каком. Но они при этом прекрасно друг друга понимали. Вот как в том фильме «Особенности национальной рыбалки», да, когда финн с Кузьмичом стояли друг напротив друга и рассказывали, да нет, ты не понимаешь, вот надо ловить вот так-то, так-то, да, и рыба вот такая большая. О чем это говорит? Это говорит о том, ведь они же речь друг друга не понимали, верно? А как они общались, как они понимали друг друга? А понимали друг друга, они опираясь на мимику, на визуальный контакт, на жесты. И что у нас третье? Это, собственно, жестикуляция, да, и позы тела. Есть, да? Мы проведем небольшую игру. Я попрошу вас сейчас всех выразить яркую радость. Поехали, радуемся, радуемся. Очень хорошо, надо сказать, это вызвало сильную реакцию вот с этой стороны. Хорошо, попробуем теперь вызвать друг у друга подозрения. Вот мы такие все подозрительные, и вы меня вот подозреваете. Пришел тут непонятно кто, да? Вот подозревайте меня. Ну, вот смотрите, у вас есть вот такой взгляд, да? У некоторых прибавляется еще закрытость, да? Закрытая поза. Взгляд, поза, и все это говорит о некоторой такой враждебности. Верно, да? Верно. То есть мы друг друга хорошо понимаем и без слов. И намерения друг друга хорошо понимаем, в общем-то, без слов. Вот это о социальном взаимодействии. Так вот, эти все вещи, вот эти невербальные компоненты социального взаимодействия при аутизме нарушены. Довольно трудно общаться, если вот этого нету. Что еще? Ну, хуже всего то, что не просто этого нет у человека, он не понимает, что это обозначает у других. То есть для него вот это, это не более чем узко сощуренные глаза и прикрытый рукой рот. Намерения человека при этом, человеку с аутизмом, непонятны. Что еще? Значит, нам снова помогает барабашка. Еще. Это нарушение общих интересов, деятельностей и эмоций. Нарушения их нету, да, вот этих взаимосвязей со сверстниками. Но вот посмотрите, перемена или свободная деятельность в детском саду. Что делают дети? Поодиночке? Чаще всего они кучкуются именно потому, что у них есть какой-то общий интерес и общие эмоции по этому поводу. Если мы посмотрим на дошкольника с аутизмом, то очень часто такой ребенок, он будет, так сказать, территориально, пространственно, отделен от других ребят, будет в стороне. Это как раз позволяет нам сказать, что действительно нет общих интересов, деятельности, эмоций с другими детьми. Следующее. Если он упал, ему больно и он нуждается. Обычно дети, когда падают, им больно, плохо, они ищут сочувствие у другого человека. Дети с аутизмом, бывает, не ищут. И когда мама плачет, ребенок норма, сразу же обеспокоен этим обстоятельством. Он сразу же подходит, начинает к ней прижиматься. Если это ребенок с аутизмом, этого тоже может не происходить. Что касается отсутствия спонтанного поиска, разделяемой радости, общих интересов и достижений с другими людьми. Это следующий пункт. Как часто дети прибегают, и даже тогда, когда они еще не умеют говорить, но у них что-то получилось, еще до года, они прибегают и что-то, или доковыляют, или приползут, и что-то покажут маме, папе и другим близким людям. Чтобы разделить с ними какую-то радость, что у них вот получилось или не получилось, или что их интересует. С этим тоже трудности. Ну и что касается социо-эмоциональной взаимности, действительно, вы можете смеяться. При этом ребенок с аутизмом может заниматься другой вещью, или часто, когда лекции проходят в федеральном ресурсном центре, можно обнаружить, что ребенок с аутизмом забегает, и независимо от того, что здесь происходит, он начинает заниматься интересующими его делами, в том числе нажимая на кнопки компьютера, на большой планшет и так далее. Это то, что касается нарушений социального взаимодействия. Что касается нарушений коммуникации, примерно, по разным данным научным, от третьей до половины детей с аутизмом имеют нарушение серьезной речи в виде либо ее отсутствия, либо отсутствия функциональной речи. То есть, вроде бы он много что говорит, но это не имеет отношения к ситуации коммуникации. Это развернутая речь, она, как правило, идет в виде аутостимуляции. Ребенок сам для себя. Не бывало такого, что вы стоите в душе и что-нибудь себе намурлыкаете под нос? У кого такое бывало? Спасибо за честность, потому что иначе я бы почувствовал себя некомфортно. Что касается второго пункта, да, и речь не используется функционально. То есть, у ребенка может быть развернутая речь, но если он что-то хочет, вместо того, чтобы это что-то попросить, он будет кричать, а не использовать речь. Следующее. Отсутствие подражательных и ролевых игр. Об этом мы уже говорили. Относительная неспособность поддержать беседу, у вас этого дефицита нет, потому что я, когда задаю какой-то вопрос, вы отвечаете. И в раннем возрасте можно, вот давайте так, сейчас что-то будет происходить, а вы делаете то, что вам в этот момент хочется. Вот кажется интуитивно правильным. Едет, едет паровоз, две трубы и сто. Интуитивно вы повторили за мной. Вот это и есть диалог. Дети с аутизмом, они так интуитивно за вами не повторяют, вот этого диалога не происходит. И, наконец, что касается стереотипной речи, мы об этом немножко сказали, это такая попугайная речь, о которой вы, конечно, хорошо знаете. Про стереотипы. Это поглощенность стереотипными ограниченными интересами, причем в зависимости от уровня ребенка, эти интересы могут быть самые разные. У кого-то стереотипный интерес заключаются вот в этом, а у кого-то стереотипный интерес заключается в изучении карты метро. Если вам нужно добраться из пункта А в пункт Б, лучше всего спросить у человека с аутизмом, как это сделать. Но так или иначе, за пределы этого стереотипа расширение интересов не происходит или происходит туго. Так, я предлагаю кому-нибудь считать, сколько раз это произошло. Для интереса. Такой будет у нас стереотип. Следующее. Внешне навязчивая привязанность к специфическим нефункциональным поступкам или ритуалам. Вот есть федеральный ресурсный центр, есть куча лестниц. Но ребенку с аутизмом нужно пройти именно через эту. И если он не пройдет через эту лестницу, то первый урок будет сорван. Встречались, да, с таким? Про моторные особенности и про всякие вещи, связанные с раскачиваниями, это вы хорошо знаете. Вот это укусы себя за запястье, это все моторные стереотипы. И повышенное внимание к частям предметов. Вот это по-разному может выражаться. Кто-то колесико крутит. А у нас в федеральном центре был такой мальчик, когда я в 2002 году пришел туда работать, он делал примерно следующим образом. Надо сказать, он был высокий. Он примерно как я сейчас. Это был четвертый класс. И он подходил и всех нюхал вот здесь. Вот здесь вот. Ну, некомфортно, честно говоря. Вот представьте, да, вы идете по улице, вдруг к вам подходит мальчик. И нюхает вас вот здесь. Но интересно то, что вот это специфическое повышенное внимание к частям предметов, вот это обнюхивание, оно играло свою очень интересную роль. После того, как он нюхал кого-то вот здесь, после этого этот человек становился в доску свой. И этот человек мог из этого взрослого уже подрастающего ребенка лепить все, что угодно. То есть ситуация обучения, если учитель бы не позволил первый раз сделать вот так, у них бы ничего не получилось. И здесь, ну, в общем, баланс, да, вот позволять это сделать человеку с аутизмом или не позволять. А у меня есть знакомый маленький ребенок Нормы, который, ну, так побаивается взрослых людей. Но если вдруг он вот удалось сказать, ну, посмотри, какой смешной нос, потрогай его за нос, вот так, ах, то начиная с того момента, как ребенок потрогал взрослого за нос, он сразу легко идет на игру с этим человеком, да. В общем, это к тому, о том, что есть определенные наборы вот симптомов, да, определенные проявления, которые и у нас с вами тоже есть. Ну, для того, чтобы поставить диагноз аутизм, должно быть сочетание этих самых симптомов. А вот Лебединский в свое время, в далеком 1985 году, выделил разные типы нарушений. И один из этих типов – это искаженный тип развития. Для этого искаженного типа развития характерна асинхрония. Это выглядит примерно так. Первый столбик обозначает паспортный, календарный возраст ребенка. Это 72 месяца. И красная линия обозначает нам уровень развития, который у ребенка должен был быть в норме при его 72 годах. При его 72 месяцах. А когда обследовали этого ребенка по методике ПЭП, это известная методика, специально разработанная для людей с аутизмом, оказалось, что по разным областям у ребенка снижен уровень развития. И при этом неравномерно. Интересно то, что обследуя каждого нового ребенка, у меня лично в работе, хоть я директор, но еще совсем до недавнего времени я был реально практикующим специалистом, через которого прошли десятки детей по нескольку лет. Вот профиль у каждого ребенка свой собственный. И тогда, когда мы получаем ребенка с расстройствами аутистического спектра, мы получаем свой собственный профиль и должны в дошкольном возрасте, слава богу, дошкольный федеральный стандарт нам позволяет это сделать, разработать максимально индивидуальную под него программу. Я всегда мечтал, и вот есть коллеги в зале, кто это знает, когда я пришел в центр, я всегда мечтал, мой господин, ну когда же, когда же наступит тот светлый день, когда придет ко мне, ну скажем, на седьмой год ребенок с аутизмом, я возьму, открою свою электронную папочку и подберу программу, которая максимально похожа на какого-то ребенка, с которым я работал года четыре назад. Несколько лет спустя мои надежды, мечты рассыпались просто в дребезги, просто в дребезги, и для каждого нового ребенка разработал новую индивидуальную программу. Я насчитал шесть раз. Вам надо флешку вытащить? Не надо. А общий уровень развития этого ребенка, когда посчитали по всем разным областям, оказалось, что общий уровень его развития вот такой, то есть в два раза ниже, чем в два раза ниже, чем положено. Это называется асинхрония. Говоря о научных исследованиях в области аутизма, совсем недавно Федеральный ресурсный центр сделал большой обзор библиографический существующих на данный момент научных исследований. Вот представьте только, за последние три года в ведущих, реферируемых научных журналах, которые входят в такие базы, как Web of Science, Scopus, PadMed, вот кто из науки немножко знает, о чем я говорю. То есть это самые рейтинговые базы, куда входят только лучшие исследования. Только в таких журналах мы насчитали 17 367 статей, научных статей, посвященных проблеме аутизма. Представляете, насколько высок вот этот вот интерес к аутизму? Совершенно не случайно, потому что по данным разных исследователей, примерно один ребенок с аутизмом, да, он на каждые 68 детей, это дают нам в основном американские цифры, вот такие. Что касается Всемирной организации здравоохранения, то поскольку она сводит статистику из многих стран, она осторожнее в своих цифрах и дает статистику один ребенок на каждые 160 детей. Понятно, что даже при таких осторожных цифрах в каждом детском саду, в котором несколько сот детей, в каждой школе уже есть или будут точно дети с расстройствами аутизмического спектра. Понятно, что нужно с этим что-то делать, вот поэтому очень много научных исследований. И вот эти научные исследования, мы выбрали из этих 17 тысяч самые-самые рейтинговые 550. И вы видите, что самые-самые разные направления исследований. И вот эти исследования нам сейчас показывают, что они нам показывают, что скорее всего аутизм имеет некую генетическую предрасположенность, да, то есть этот механизм, при котором проявляется аутизм, является наследуемым. Второй момент, что у таких детей чаще всего есть нарушение обмена веществ, и поэтому мы говорим о проблемах кишечника, да, и гастроэнтерологических проблемах. Скорее всего, у таких ребят есть нейробиологические проблемы, но они связаны с нарушением функционирования и структуры мозга. Вот есть разные исследования, которые показывают, что вот чисто внешне мозг такой же, как у всех. Но при подробном рассмотрении получается, что нарушены связи между разными отделами мозга, что не позволяет человеку в итоге адаптироваться, потому что нормально связи не простраиваются. При морфологической целостности мозга, да, и нейрокогнитивные исследования, которые говорят о том, что действительно люди с аутизмом немножко по-другому обрабатывают информацию. И вот к вопросу о том, что первично, что вторично, лет 15 назад шел такой вот спор в психологии. А что же первично, эмоциональные нарушения или когнитивные? Сейчас этот спор очень абсурден, потому что первично это биологические нарушения, это генетические механизмы. А что касается эмоциональных и когнитивных нарушений, это уже вещи вторичные в любом случае. И сегодня, когда вы в аннотации читали, что мы поговорим о психологических исследованиях, действительно, посмотрите, из общего числа исследований, большее число исследований, это исследования именно психологические. Я сегодня не буду рассказывать о ноу-хау, но скажу о фундаментальных психологических исследованиях, которые много лет назад просто распахнули ворота, которые ведут к пониманию аутизма. Я думаю, что эти исследования нам будет интересно с вами сегодня посмотреть. Первый из них, очень интересный, провели Дэвид Рикс и Лорна Уинк. Очень простой был эксперимент, они набрали три группы детей, это все были неговорящие дети. Первая группа... Значит, первая группа детей, это были дети с аутизмом, вторые дети с трудностями в обучении, сейчас бы мы сказали с интеллектуальными нарушениями, и третья группа детей, это нормально развивающиеся дети, но доречевая стадия развития. То есть, это маленькие детишки. Дальше с каждой из групп детей, каждую из групп детей помещали в определенную ситуацию, и ситуаций было четыре. Вот первая ситуация, это ребенок ест любимую еду. Представляете, да, как ребенок ест в норме любимую еду? Хорошо. Любимая еда вне зоны досягаемости ребенка. Представляете реакцию, да? Сымитировать можете? А звуком? А если он не говорит? Вот смотрите, все мне назвали, но никто это не сымитировал. Спасибо. Третье, это встреча с мамой после разлуки. Очень радостное событие. Четвертое, взрыв воздушного шарика. Значит, каждый из детей прошел эту ситуацию. Дальше брали диктофон и записывали реакцию ребенка в разных ситуациях. Напомню, дети не говорящие. И дальше вот эти записи давали послушать мамам. Когда речь касалась детей нормы, да, ну и вообще нас и исследователи интересовало два вопроса. Вопрос первый. Распознает ли мама своего ребенка или нет? И вопрос второй. Понимает ли, в какой он ситуации? Да, всего два вопроса. Так вот, как вам кажется, когда мамы детей нормы и с интеллектуальными нарушениями слушали своих детей, они легко распознавали реакции своих детей? Легко, потому что реакции всех детей очень похожи. А что касается определения своего ребенка, то вот в случаях нормы и в случае интеллектуальных нарушений тяжело было мамам определить своего ребенка, потому что все реакции у детей универсальны. Вам хорошо знакома, наверное, ситуация, когда особенно женщины, у которых есть свои дети, не дадут мне соврать. Хорошо, сейчас есть видео, радио, няне, все же хочешь есть. А тогда, когда всего этого не было, уложили ребенка, дальше пошли мыть посуду, и на любое... Сразу, что случилось? И быстро-быстро-быстро в комнату. А это просто 15 детей за окном кричат и разные звуки издают, похожие на звуки своего родного. Значит, что касается детей с расстройствами аутистического спектра, то мамы легко распознавали своих детей, легко. И знали, в какой ситуации находится ребенок в одной из четырех. Что было трудно, а трудно было другим родителям интерпретировать реакции аутичного ребенка. То есть получалось, что у каждого ребенка свои собственные реакции на данную ситуацию. Они не универсальны. Они у каждого свои, эксклюзивны. Но и не хаотичны, потому что мама прекрасно понимала, в какой ситуации находится ребенок. Вот нам это исследование, оно для понимания аутизма очень важно. В первую очередь потому, что мы понимаем, что при аутизме дети уже на ранних этапах не имеют возможности, у них нет этого умения подавать другим сигналы так, чтобы их поняли. Вот эта универсальная сигнальная система, которая заложена природно вообще в людей, в животных, а она нарушена у ребят с расстройствами аутистического спектра. Какие еще важные выводы? Да, вот кто фотографирует, может фотографировать. Значит, это то, что мы уже сказали, кто как что интерпретирует. Значит, получается, что есть несколько выводов. Первый вывод. Все дети с аутизмом либо не имеют, либо очень рано теряют врожденную способность нормального ребенка выражать универсальные эмоции. Это раз. Второе. Дети с аутизмом выражают свои чувства отнюдь небеспорядочным способом. Каждый раз похоже на самого же себя. Окружающие люди должны очень хорошо знать ребенка с аутизмом, чтобы знать, что он сейчас хочет выразить. Вот у нас был такой мальчик, который периодически ложился на пол, катался по полу и говорил вот таким голосом «Мясо! Колбаска!» Никто из специалистов никогда бы не узнал, что это значит, если бы не объяснили родители. А значит, это следующее. Когда ребенку что-то не нравится, он начинает плохо себя вести. Ему тут же бабушка дает мясо его любимую или колбаску. И говорит ему «Мясо! Колбаска!» Он замолкает. И дальше он научился вот в тех ситуациях, когда ему что-то не нравится, сразу ложиться на пол и говорить «Мясо! Колбаска!» Понятно, да? Ну как бы мы это поняли, если бы нам это не объяснили. Верно? Хорошо. И родители наилучшим образом знают, как интерпретировать реакции ребенка. Вот это исследование про многое, но в том числе о том, что на этапе диагностики, когда мы начинаем работать с ребенком с аутизмом, нам невозможно работать без родителей. И весь диагностический период мы обязаны сидеть вместе с родителями, наблюдать, смотреть, получать информацию. А в более позднем периоде работать для того, чтобы родитель не только видел, что мы делаем в кабинете, но и сам бы это пробовал и делал бы в кабинете, чтобы смочь это сделать у себя дома. То есть важность работы с родителями. Говоря о теориях, о исследованиях в области аутизма, я вам говорил о том, что есть вот эти когнитивные теории, есть эмоциональные теории. Наша школа, вам должно быть известно, лучше, чем зарубежная. И вы знаете, что Институт коррекционной педагогики более 40 лет уже занимается вопросами эмоциональных нарушений. И считает, что первично при аутизме эмоциональные нарушения. Есть теории, которые проповедуют другое. В их числе наиболее известные на данный момент это теория модели психического и теория центрального связывания. Это сложно звучит, но поверьте, это очень просто объяснить. И если говорить о эмоциональных теориях, которые говорят о том, что первое, что нарушено у детей с аутизмом, это эмоциональный обмен, сотрудничество, эмоциональное созвучие с другими людьми. Об этом же нам говорит теория авторов, которые разработали метод флор-тайм. Это Гринстон и Уидер. Еще раз скажу, на самом деле этот спор довольно искусственный, его сейчас не существует. И то, и другое при аутизме есть. С точки зрения исследований, которые проводятся. Значит, давайте немножко поговорим о том, что меньше знакомо нам в России. Значит, есть такое понятие, как социальная слепота. Кто о нем слышал когда-нибудь? Есть, да, такие люди? Но у нас не очень много. Саймон Барон Коэн и Юта Фрид, они считают, что у детей с аутизмом не сформирована модель психического или теория сознания. Вот что такое модель психического? Это как раз понимание, что за внешними проявлениями кроется. Это понимание намерений человека по его внешним проявлениям. Вот люди с расстройством аутистического спектра, согласно этим теориям, имеют трудности в считывании вот этих вот ментальных состояний другого человека. И не случайно вы увидели картинку с персонажем, который, я надеюсь, не забыли с детства. Вы помните, кто это? Буратино. А если вы вспомните, Буратино это такой наивный мальчик, который еще не набрался жизненного опыта. И есть два персонажа, у которых, в отличие от него, много жизненного опыта. Это кот Базилио и лиса Алиса, которые, если вы помните, его одурачили. Помните, там такая песня была? Несите ваши денежки, да, там и так далее. И в полночь ваши денежки заройте в землю там, да. И в полночь ваши денежки заройте в землю где, и тогда там заколосится дерево, на нем будет много-много монет, и ты разбогатеешь. И, в общем, они напели такую интересную историю Буратино. В итоге он попался на их удочку. Почему? Ну, потому что он, по-видимому, был немножко социально слепой. Он немножко не понимал, что кроется за вот этими самыми ужимочками, улыбочками, прищуриваниями и прочим-прочим. В итоге он был обманут. Так вот, авторы этой теории, они считают, что способность такая у людей с аутизмом, она действительно страдает. Надо сказать, что в норме эта способность, она формируется примерно к четырем годам. Примерно к четырем. И мы переходим к следующему слайду. Значит, вопрос по-честному. Кто когда-то видел эту картину? Где? В альбоме видели. Хорошо. Эта картина в Лувре висит. Те, кто были в Лувре, ее точно видели? А те, кто читали книжку «Explaining the Enigma», «Объяснение загадки» Юта Фрид, ее тоже, конечно, видели. Но поскольку вы ее не видели, я проведу с вами небольшой эксперимент. Мы с вами вместе попробуем понять, что изображено на этой картине. Значит, кому не видно? Крайние подняли руки, да, и вот те, кто в коридоре. Коллеги, ну вот тем, кому не видно, я предлагаю просто увидеть картину один раз, да, и запечатлеть ее в воображении, в сознании у себя. И дальше продолжаем. Не стесняйтесь. У тех, кому картину видно, что вы на ней видите? Какой на ней сюжет? Игра в карты, он спрятал карты за спиной. Игра в карты. Да, давайте дадим нашим коллегам посмотреть, да? Один шулер. На задних рядах уже договорились до того, что один из них шулер. Как называется? Ну, еще вы хотите, чтобы я сказал, как она называется. Это значит раскрыть все карты. Итак, действительно, один прячет карты, по-видимому, он шулер. Что вы видите еще? Служанка что-то подсказывает. А еще одна женщина, она ничего не замечает. А кто ничего не замечает? Самая правая, она как бы игнорит. Отлично, только самый правый это мужчина. Но, в принципе, вы правы. В принципе, вы правы. И вот смотрите, да, до чего мы договорились? Мы договорились до того, что вот правый мужчина ничего не замечает, а остальные друг с другом переговариваются, хитрят, что-то подсыпают, показывают жестами, криво друг на друга смотрят и так далее. То есть происходит какая-то здесь вот нечестная игра, да? А он изолирован. Да, совершенно точно. А картина называется «Шулер с бубновым тузом». Вам даже не понадобилось увидеть название этой картины для того, чтобы понять, что изображено вот на этой картинке и что здесь за ситуация. Это говорит о нашей с вами способности распознавать социальные ситуации визуально. Что за ними стоит? Обратите внимание, я не экскурсовод, я не рассказывал, да, вот как обычно в Лувре делают. Вот вы знаете, посмотрите направо, здесь вы видите то-то. Вы все равно до этого сами дошли и догадались. Очень быстро. Тогда, когда проводилось исследование с этой картиной, оказалось, что люди с аутизмом сильно затрудняются в интерпретации того, что нарисовано на этой картине. Что, собственно, и сказала авторам о том, что есть некоторая вот такая вот, то, что называется, социальная слепота. Хорошо. Следующий эксперимент, о котором нам хорошо бы знать, это эксперимент, проведенный все тем же Саймоном Бароном Коэном. Надо сказать, что, несмотря на дату 1985 год, этот исследователь британский, он остается сейчас одним из главных исследователей в области исследования аутизма на планете. И крупнейшие, самые серьезные конференции на планете по аутизму проходят под его патронажем и соорганизацией. Во втором исследовании были собраны три группы детей. Дети с аутизмом, дети с синдромом Дауна и дети с нормальным развитием. Все примерно возраста четырех лет. Наверное, я так подозреваю, это были люди все-таки с высокофункциональным аутизмом, потому что им предлагались серии картинок и предлагали разложить картинки в определенной последовательности. У нас во сколько обычно такие штуки проворачиваются с детьми в России? Обычно это тесты для детей старшего дошкольного возраста. Обычно вот эта сериация картинок, это типично старший дошкольный возраст. В яслях. Это правильно, это правильно. Для выделения вундеркиндов, я считаю, что в яслях это и нужно сделать. Хорошо, но картинки-то бывают разные. На самом деле использовались три типа картинок. Первая из картинок – это история о механике событий. Вторая – это история о социальном поведении. И третья – это история о душевных переживаниях. Не оригинальные картинки, но дают представление о том, что я говорю. Итак, история один о механике событий. Можно вас попросить прокомментировать, что вот здесь вот на картинке? По порядку, пожалуйста. Хорошо. На первой картинке мальчик несет ящик с кубиками. На второй картинке он раскладывает кубики и пытается их как-то структурировать. На третьей картинке он добился успеха и структурировал. И собрал пирамидку. Ну да. Все так же верно. Он построил башню. Верно, он построил башню. Вторая – история о поведении. О поведении. Из тех же, кто хорошо видит, что происходит, коллеги, расскажите, пожалуйста, что вы здесь видите. Можно ли? Давайте я вам микрофон только дам, потому что не будет слышно. Тем 900 человекам, которые дистанционно. На первой картинке папа с ребенком подошли к киоску мороженого, к лотку с мороженым, ребенок выпросил мороженое, папа дал денежку, и ребенок выпил мороженое. Девочка. Девочка. Хорошо. Кто-нибудь увидел что-то другое? Я нет. Все правильно. Именно так все и происходит. Значит, что касается третьего слайда. Сейчас нас сфотографируют. Третий слайд – история о душевных переживаниях. Кто хочет ее озвучить? Попробуйте. На первой картинке девочка собирает пирамидку, строит башню, на второй подходит мальчик и рушит ее озвучение, а на третьей девочка плачет, она очень настроена. Че это она вдруг заплакала? Ну, она разумеет все. Она говорит, что же мой, он же неправильный слайд. Интересная интерпретация, да? Я предлагаю организовать тренинг в Федеральном ресурсном центре по этому вопросу. Я думаю, мы много интересного для себя узнаем. Хорошо. Так или иначе, картинки разложены в правильной последовательности и рассказаны верно, что какая-то собственная история. Ну, вот посмотрите, оказывается, что для человека с расстройствами аутистического спектра, вот этот жест девочки не более чем закрытые глаза руками. Руками закрытые глаза. Ментального состояния девочки, ребенок с аутизмом не понимает. Не все, но большинство. И вот то, что связано с душевными переживаниями, это действительно очень тяжело интерпретировать людям с аутизмом, получается. По очереди, сейчас. А предыдущие, как они интерпретировали картинки, вот как это вы показывали? Да, теперь о результатах исследования. Теперь о результатах исследования и о том, говорящие это или неговорящие дети. Нет, здесь речь не идет о том, что они неговорящие. Четыре года при аутизме обычно речь от Соскина, да, у синдрома, но они тоже достаточно задержаны. Но это как сказать? Еще при синдроме Аспергера бывает так, что рассказывают про друга Электричкина и довольно развернуто. Ну, бывает. Еще и стиха. Поэтому, вот смотрите, я же туда глубоко не залезаю, я просто рассказываю о фактах, да, вот что было проведено. Ну, да. Сейчас, давайте я продолжу, если у вас вопросы останутся, еще зададите, хорошо? Таким образом, был сделан вывод, что истории, отображающие механику событий и поведения у детей с аутизмом, которые упорядочивали картинки, эти первые две серии картинок у них вызвали каких-то затруднений. Третья группа картинок затруднений вызвала серьезные. И не понимаю, куда у меня делся вот этот вот слайд, он, видимо, как-то удалился, что ли? Интересно, ну, он как-то удалился. Очень малый процент детей с аутизмом справился с этим заданием. А что касается детей нормы в 4 года, то по исследованиям этих авторов практически все довольно легко справились с интерпретацией того, что изображено на картинках, и вот с этой самой сериацией. Вот, ваш вопрос. Ну, они просто не разложили или разложили так, как-нибудь? Задание было разложить по порядку. Ну, смотрите, задание состо... Я отвечу, да, то есть задание, оно из двух этапов состояло. Первое – разложи по порядку. Второе – расскажи, что нарисовано на картинке. То есть, получается, что в 4 года дети рассказали, да. У меня вообще есть ощущение иногда, что у них много общего даже со мной. Общее действительно есть у разных людей, да, и у нас с вами тоже есть свои аутостимуляции, да, и свои трудности в социальной жизни, да, кто-то более конфликтный, кто-то менее и так далее. Но мы сейчас говорим просто об исследованиях именно в области аутизма, да. Возможно, что и такой вариант тоже есть. Еще один известнейший тест, тест называется САЛЛИ-Н. Это тест не про аутизм, он просто существует, хорошо известный в психологии. И его просто применили в исследованиях расстройства аутистического спектра. Кто его когда-то видел? Тест САЛИ-Н. Ага, ага. Это все те же, кто высоко поднимали руки на БАЛИ-4, да? Нет. Хорошо, хорошо. Ладно, поехали. Итак, картинка видна не всем. Мне, видимо, придется комментировать. Значит, есть картинка и есть на ней надписи. С правой стороны надписи переведены на русский язык. Значит, это САЛЛИ, это Н. Вот этот материал предъявляется ребенку, да, во время тестирования. И озвучивается вот этот текст. Это САЛЛИ, это Н. У САЛЛИ есть корзинка, у Н есть коробка. У САЛЛИ есть мяч. Она кладет мяч в корзину. САЛЛИ уходит гулять. Н вытаскивает мяч из корзинки и кладет его в коробку. Пока САЛЛИ гуляет, да? Вопрос. САЛЛИ вернулась. Она хочет поиграть со своим мячиком. Где САЛЛИ будет искать свой мяч? Напомню, для тех, кто не видит, да, что САЛЛИ положила мяч в корзинку и ушла. Вопрос. Где САЛЛИ будет искать свой мяч? Все думают, что в корзинке? Куда она его положила, там она его и будет искать. Потому что она не знает, что его переложили. Ответ обычного человека САЛЛИ, когда вернется, конечно, будет искать в корзинке, потому что она его в корзинке оставила. Ответ большинства, 80% ребят с аутизмом. Они ответили, что САЛЛИ будет искать мяч в коробке. Ребенок с аутизмом видит, что мяч попал в коробку. И поэтому на вопрос, где САЛЛИ будет искать мяч, он отвечает в коробке. Что он увидел, то он и говорит. И он не может понять, он не понимает, что САЛЛИ, которая ушла гулять, у него отличное знание. У нее отличное знание. И что она не знает, что мячик перекладывали. Понимаете, да? О чем это нам говорит? Нам это говорит о невозможности человека с расстройствами аутистического спектра поставить себя на место другого человека. А это на какой возраст? В школьник? В 4. Все те же пресловутые 4 года. Значит, в 4... Это не изменится? Это постепенно может меняться в зависимости от степени аутизма, от тяжести нарушения. Вот, например, Стивен Шор, который систематически приезжает в Россию, в том числе в центр «Наш солнечный мир». И к нам приезжал тоже в центр. Он говорит о том, что у меня модель психического, как таковая, тоже была какое-то время не сформирована, но дальше, благодаря многим реабилитационным процедурам, плюс, так сказать, мозг созрел, в подростковом возрасте что-то вдруг случилось, как будто щелкнуло. И он начал понимать обманы и подтексты. И намерения, да, отчасти. Вот у него это произошло в подростковом возрасте, а не в 4. Значит, что мы можем здесь сказать? Вот здесь очень важна такая игра, которая называется прятки. Вот игра прятки, она очень диагностична. Как прячутся дети, скажем, двух лет? Хорошо. Значит, я вам подскажу, вот так, как вы показали, да, дети прячутся раньше двух лет. Да. Как они прячутся в два года? За что? Голову прячут. Голову прячут. Значит, я совсем недавно видел, как прятался маленький ребенок нормы в два с половиной года. Значит, это было так. Один человек водит вот примерно на том месте, где вы сидите, а вон там кусты. Кусты вон там. Этот малыш, он забегает в кусты и садится вот так вот потихоньку. А при этом надо понимать, что кусты за ним. То есть, как только человек поворачивается, он сразу видит ребенка, который там залился как-то в кустах, но все-таки его видно, его хорошо видно. Принцип ребенок в два года уже понял, что он должен куда-то деться, чтобы его не увидели. Но он еще не вполне представляет себе, что видит другой человек, поэтому плохо прячется. А вот в четыре года в норме дети прячутся так, что их найти действительно сложно. Одного из таких четырехлетних я искал минут 20. Понятно, да? То есть, и вот это тоже нам говорит о сформированности или не сформированности модели психического. То есть, умение понять, что видит сейчас другой человек. Хорошо. 80% аутичных детей не справились с этим заданием. Речь идет о высоко, видимо, функциональных детях чуть старше или 4 года. Вроде бы как. Вот по результатам исследования обычные четырех детей при выполнении теста САЛЕН справились без проблем. И многие дети с синдромом Дауна справились. Значит, еще раз повторюсь, это не наше исследование, я просто о нем рассказываю. Сейчас, на мой взгляд, мы подходим к самому, наверное, интересному. Это то, что мы называем сенсорно-перцептивными проблемами при аутизме. Мне известны случаи, когда дети с аутизмом ложатся в ванну с ледяной водой, набирая ее зимой. Представляете, да, сколько градусов из крана течет? И с удовольствием там лежат по 20 минут, при этом никогда не болеют. Мне известны дети с аутизмом, которые настолько сильные и гиперактивные, что у них в комнатах шкафы плотно-плотно прикручены к стене вот такими вот швеллерами, да, вот такими, чтобы шкаф не упал. И они постоянно почему-то карабкаются, они постоянно в движении. Мне известно много разных ребят с аутизмом с разными сенсорными нарушениями. Первый случай нам говорит о том, что человек не чувствует холода, у него гипочувствительность к холоду, гипочувствительность, и он хочет почувствовать свое тело, поэтому он целенаправленно открывает и ложится. Также ложится в лужу с талой водой в марте месяца. Вторая история говорит нам о том, что человек не чувствует своего тела, он безумно хочет почувствовать своего тела, и поэтому его тело постоянно в движении, и он карабкается для того, чтобы понять внутренние ощущения. Вот, да, то, что мы говорим, есть проприорецепция и есть вестибулярный аппарат, который вот эти два анализатора, они нам говорят о том, что я чувствую внутри. Если я своего тела не чувствую, но хочу его почувствовать, я начинаю быстро-быстро карабкаться или вращаться, да. Майкл Джексон отдыхает. Есть такие ребята, которые вращаются очень умело. Вестибулярный аппарат они хотят насытить, потому что они хотят почувствовать свое тело. Ну и много-много разных других интересных вещей. Попробуйте свернуть пакушку. Не закрывайте свернуть. У вас довольно гибкое мышление. Проверим, работает или нет. Нестандартный подход к задаче. Итак, сенсорно-перцептивные проблемы. Первое, что я хочу у вас узнать, что нарисовано на этой картинке. Для тех, кому плохо видно, это пятна и нету контура. Вот те, кто видит, говорят, что это собака. Есть еще варианты какие-то. Может быть, кошка. Собака. Это действительно собака. И как вы это поняли? Ведь вы видите перед собой только пятнышки. Вы достроили в воображении целостный образ. Вы-то видите только отдельные пятна. Но вы достроили. У вас мозг достроил это самостоятельно. Вот эта способность мозга централизовывать информацию, связывать ее в единый смысловой клубок. Она присуща всем здоровым людям и не присуща многим людям с расстройствами аутистического спектра. Значит, мы говорим в данном случае о фрагментарности восприятия. То есть, когда я задавал вопрос ребятам с аутизмом, что это такое, некоторые, кстати, говоря вот именно на это, вот именно на это силуэт. Один мне рассказал, что это ракета, а второй, что это мороженое. При этом они же говорили. То есть, это довольно высокий уровень детей, но они не связывали в единое целое. Так вот, эта вот фрагментарность и неспособность связывать в единое целое, она присуща людям с расстройствами аутистического спектра. Вторая картинка. Кто согласен с тем, что здесь нарисован сыр? Кто не согласен? Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Значит, это действительно сыр. Но однажды я в тестовой ситуации напоролся, задавая этот вопрос, я спрашивал у ребенка, что это, и девочка мне ответила, это, как вы думаете, что? Еще варианты? Еще? Пузыри. Пузыри. И с тех пор я каждому ребенку с аутизмом, который через меня проходил, давал в тестовой ситуации эту картинку, что это пузыри говорили несколько. О чем это говорит? Это говорит о том, что вполне целостную картинку, здесь уже не пятна, здесь уже реально нарисован сыр. Дети все равно выхватывают отдельный фрагмент и называют это пузыри. Они смотрели на экран или так маленькие? Они смотрели на картинку размером фотографии 10 на 15, то есть довольно большая картинка. Она настолько же четкая, как и здесь изображение. Обычная плоская картинка, да. На парте лежащая. Вот психологи, да? Вот вы же психолог, да? Вы же психолог. Все мы такие, да? Нет, я к тому, что компетентные вопросы. Как она лежала, горизонтальная или вертикальная? Да. Верно, верно. И смотрим на то, что такое центральное связывание. Значит, мы сейчас посмотрели нарушение только в зрительном анализаторе. Да? Что ребенок может пятна не объединять в одно, это только зрительный анализатор. А теперь представьте себе, что такая же фрагментарность восприятия в каждой анализаторной системе. И больше того, даже если, значит, человек распознал собаку, в других анализаторах он тоже что-то там распознает, это не факт, что он все это объединит в один образ. Итак, мы с вами проведем один маленький эксперимент. Мне нужен один доброволец, и поверьте, это совершенно не страшно. Пойдемте. Будут еще решения этой проблемы. Слышку вытащить, вытянем, не поймите. Да я не хочу уже перебивать ход лекции. Здравствуйте, Артур. Смотрите, давайте я предложу вам слуховой образ. Скажу слово «яблоко». И вы вставайте сюда, а я буду показывать на картинке. Значит, вот сейчас я сказал «яблоко». Теперь я у вас спрашиваю, а вы представляете, как оно выглядит? Да. Как оно выглядит? Зеленое. Зеленое. Вытянутое и откусное. И откусное почему-то. Сила брендов, да? Хорошо. Вы его нюхаете. Как оно пахнет? Сладкий запах. Сладкий запах. Вкус? Сладковато, кисловато. Зеленое яблоко, да. И тактильно, как? Оно твердое еще? Текстура? Шершавое, пористое. Пористое, гладкое. Гладкое, оно гладкое, да? Гладкое. Вот смотрите, я сейчас сказал слово «яблоко» и подействовал на слуховой анализатор. Благодаря тому, что у человека произошло своевременно, тогда еще, видимо, вот в год, в два, в три, да, центральное связывание, для вас сразу же вылетают ассоциации, связанные вот с этим слуховым образом. «яблоко». То есть у вас произошло центральное связывание. Все, спасибо. Это правда было не страшно, да? Хорошо. Теперь представьте, что вы говорите ребенку с аутизмом, лежит несколько предметов на столе, вы говорите «дай яблоко», и он вам яблоко не дает. Еще хуже, когда вы говорите «дай мне то, что сладкое», и он вам яблоко не дает, потому что у него центральное связывание не произошло, понимаете? То есть довольно тяжело человеку при таком нарушении жить. И здесь несколько слайдов буквально из нейрофизиологии. Значит, поступающая информация, она объединяется вот в этот самый единый образ. И тогда происходит обобщение. У нас эти образы раскладываются по клетушечкам в голове. Я долго не мог понять, почему важно с детьми дошкольного возраста сортировать картинки по категориям. Вот поэтому. И сортировать картинки не для того, чтобы потом хорошо или плохо учиться, а картинки сортируют для того, чтобы вот это самое раскладывание образов по клетушечкам, по категориям произошло нормально. И детей натренировывают, если они не умеют это делать. В итоге, информация, получается, она систематизируется. И то, что относится к отдыху, у вас живет в одном месте, или такой конгломерат ассоциаций, то, что относится к работе, у вас живет в другом месте, то, что относится к семье в третьем, то, что относится в хобби к четвертому, в четвертом и так далее. В итоге, когда информация раскладывается по клетушечкам, приводит это к тому, что у человека появляется фильтр. Этот фильтр, когда вы попадаете в какую-то ситуацию, он ведет к тому, что ненужная для решения этой ситуации информация даже не поступает в мозг, она не обрабатывается, она отсекается. Пример очень простой. Я первый раз нахожусь в центре толерантности. Сегодня, когда я вышел из Марьиной рощи, у меня был доминантный мотив. Этот мотив заключался в следующем. Дойти до суда во что бы то ни стало. Если вы меня спросите, что я встретил по дороге, я вам не скажу, потому что все, что мне нужно было, это добраться до суда, и все мое внимание сосредоточилось на навигаторе на походе суда. Вся ненужная информация. А вот мы смотрели в сторону витрин. Еще планета КВН попалась мне на пути. Но так или иначе, многое я не заметил. Очень многое я не заметил, потому что я решал доминантную задачу. И огромное количество стимулов, огромное количество стимулов я просто проигнорировал. Привело это к тому, что я даже своевременно добрался до центра толерантности, правда промолк, как в горах 20 лет назад. Поехали дальше. Значит, вот этот самый фильтр появляется, да? Да, что ж такое? Как осуществляется обработка информации при аутизме? Поскольку центрального связывания не происходит, человек с аутизмом, по-видимому, обрабатывает большое количество информации, о чем свидетельствуют некоторые научные данные. Есть такой прибор, называется айтрекинг. Если знаете, что это такое, это фиксатор взгляда. Да. Считывает направление взгляда. Так вот, получается, что у человека с расстройствами аутистического спектра очень много информации обрабатывается, о чем нам показывают исследования с использованием айтрекинга, но не происходит их увязывание в один клубок в итоге. Таким образом, вот если я мало чего заметил на пути к центру толерантности, то человек с аутизмом мог бы заметить намного больше меня. Он мог бы потом нарисовать картину и нарисовать ее довольно быстро во всех деталях, что он видел, когда он шел по этой самой улице, название которой я даже не знаю. Он может вам сказать, на какой он улице был, что он видел, какие были магазины. Потрясающий объем обработки информации у высокофункционального человека с аутизмом уж точно. Такие исследования есть. И трудность в том, что такие ребята, это вот, вот представьте, сколько ненужной информации обрабатывается, какие ресурсы должны быть, какая машина, какой процессор должен быть в голове, чтобы в определенный момент все это не рухнуло. И в определенный момент все это может рухнуть. Потому что при таких объемах обработки информации однажды происходит перегрузка системы. Вот смотрите, как выглядит скоростная езда в городе для нас с вами. Есть любители нарушить правила дорожного движения? Я всегда по городу езжу 79, иногда 78, чтобы штрафы не пришли. Чем выше скорость, тем больше мы взглядом упираемся в бампер впереди идущей машины. У нас доминантная идея не врезаться в нее. А человек с аутизмом, сидя за рулем, может считывать всю информацию. И то, что для нас как размазанные пятна, для него это вполне конкретные стимулы, которые он может запоминать. К чему вот эта вот вся история ведет? Она как раз ведет к той самой сенсорной перегрузке. Я вам скажу честно, я на дух не перевариваю такие мероприятия, как День города, например. Не сам День города, а массовые мероприятия на Дне города. Мне это очень, ну вот, мне это некомфортно сенсорно, вот правда. Может быть, кто-то то же самое испытывает. И в определенный момент мне хочется от всего этого закрыться. У меня нет желания. То есть сначала я, ой, смотри, паркурщики что творят на Тверской. Ой, я, значит, говорю своему сыну, вот посмотри. А дальше какой-то момент, и очень быстро, очень быстро. Я хочу быстрее уйти отсюда. У меня произошел перегруз. Я в этот момент не хочу коммуницировать, взаимодействовать. Я не хочу демонстрировать гибкое поведение, символическую игру. Я хочу просто закрыться и уйти. Есть, да, такое у вас тоже? Хорошо, я не одинок снова. И включаются защитные механизмы. Человек либо закрывается, либо он начинает долбиться головой об стену, потому что ощущение боли от ударов головой по стене для него менее болезненно, чем то, что происходит в детском садике в группе в свободной игровой ситуации, когда все мелькает, все кричат, куча эха, душно, потому что форточки нельзя открывать по разным причинам, да? Немного осталось нам здесь селить. Это получается способ, да, это получается способ отвлечения от того, что для него очень болезненно. очень часто кусание руки это как аутостимуляция, вот в спокойной ситуации, в спокойной атмосфере он этого не делает, но как только какой-то шумный праздник, да, в том же федеральном центре, или там, на Тверской, совершенно неважно, и он начинает делать вот так, да, и кусается а до крови, он боль не чувствует, у него боль другая, сенсорная, что сейчас очень много стимулов вот этих вокруг, и вот отсюда проявляются все эти вот эти стереотипные проявления, пусание себя, вот эти вот движения руками, вот эти стучания пальцами, вот это вот и многие-многие другие вещи, и отсюда же коммуникативные проблемы, отсюда же социальные проблемы, ребенок не будет со всеми играть, если ему дискомфортно, сенсорно, да. Мы не говорим о общей тенденции, которая может варьировать от одного ребенка к другому. Например, у меня с его объекта консистенция, сестра. Ну, конечно, то есть побиться по сестре это тоже святое дело, да. Точно так же вцепиться в руки сопровождающего специалиста до крови, да, вот в эти места, это тоже святое дело. То есть бывают проявления разные. Бывает надо просто окошко открыть, и это тоже было как перегрузка. Хорошо. И получается, вот смотрите, получается у нас что? Что многие аутистические симптомы можно объяснить как раз с точки зрения нарушениями сенсорно-перцептивными, сенсорными нарушениями у человека с расстройствами аутистического спектра. чтобы вы почувствовали себя немножко аутичной, вот эта вот картинка, да? Кто ездит на машине? Поднимите руки, пожалуйста. С этой стороны. Ну что ж, вам не повезло, сегодня вы не почувствуете себя аутичным человеком. А те, кто сегодня поедут на метро, моя вам рекомендация. в очень людном месте попробуйте одновременно услышать все звуки, почувствовать свои ощущения вообще от жаркого метро, попробуйте увидеть все изменения в окружающей среде и потом сами себе ответьте на вопрос, через какой промежуток времени у вас крыша снесло? Очень быстро. А почему это с вами не происходит? Потому что вы ненужные стимулы фильтруете. Вы сидите в телефоне и рассматриваете приятные картинки с пляжа пятидневной давности. И для вас вот этого вот всего, того, что вам не нужно, вы отсекаете, у вас мозг это отсекает. В итоге вы и сильно тут особо не перегружаетесь. Ну, устаете все равно от метро, да? Я устаю. Таким образом, вот трудности, связанные с переработкой информации, они на самом деле влекут за собой очень много-много-много вторичных, третичных, четвертичных сложностей. Вот лишь небольшая часть из них здесь, собственно говоря, и перечислена. И сегодня, на самом деле, у меня практически все вот по исследованиям, по особенностям детей с аутизмом, но я хочу практически в завершении показать вам следующий слайд, этот следующий слайд, он будет посвящен тому, какие выводы мы сделали из того, что у людей с аутизмом есть такие-то особенности. Первое, что мы сегодня увидели, что в программах, которые мы разрабатываем для ребят с расстройствами аутистического спектра, приоритетными направлениями работы являются работа над коммуникацией, социальным взаимодействием и, внимание, дезадаптивным поведением. Очень редко у кого из детей с аутизмом мы не видим вот этих направлений работы в программах, которые разрабатывают специалисты. Если не видим, то, может быть, где-то специалисты не правы. Что касается индивидуализации, индивидуализация образовательных программ. В дошкольном, в раннем возрасте максимальная индивидуализация, в дошкольном сильная индивидуализация, но с попытками включить ребенка в группу. Это наша цель, чтобы он социализировался в школе. Нам важно, чтобы программы психологи-педагогического сопровождения были индивидуализированы. Понятно, что корень нужно научиться выделять всем, что фонетический анализ слова тоже нужно научиться выделять всем. Соотносить картинку с текстом нужно научиться всем делать. Но другие задачи связаны с умением ждать, связаны с умением включаться в игру сверстников, связаны с умением слышать инструкцию, последовательно ее выполнять. Вот такие житейские задачи, они у каждого человека, у каждого ребенка будут свои. И мы индивидуализируем программу, и для каждого ребенка в федеральном ресурсном центре обучаются только дети с аутизмом. С точки зрения инклюзии это как бы могла быть ситуация лучше. Но если мы посмотрим в программы, мы увидим, что у детей одного класса задачи иногда пересекаются, но они разные. Следующее. Создание сенсорно-комфортной структурированной среды. Что такое сенсорно-комфортная структурированная среда? Сюда относятся к структурированной среде относятся вот такая вот вещь. Смотрите ко мне на стол, если кому-то видно. Вот сейчас среда здесь не очень структурированная. Если же я сделаю следующую вещь. Раз, два, три, четыре, пять. Среда станет более структурированной. Если у нас однотонная стена, это более комфортная, чем тогда, когда стена неоднотонная. Это уже о комфортности сенсорной. Вот сейчас есть в метро вагоны с карамзином, литературой российской. Коллеги, родители, честно, когда я вхожу в такой вагон, я из него сразу выхожу. У меня взрывает мозг, а вот от этой пестрости. Я вхожу в следующий вагон, где однотонные стены. Линолеум, пол, звуки, много звуков не надо. Структурированная среда, это тогда, когда есть один лидер, все остальные его слушают, а не тогда, когда все носятся в разных направлениях и непонятно, что хотят. Когда это ковер тоже однотонный, а не тогда, когда он в традиционном классическом стиле с разноцветными вензелями. Это обычная комфортная среда для ребят с аутизмом. Создание мотивации для взаимодействия общения и обучения. Мотивация, она в чем заключается? В том, чтобы как минимум улыбнуться ребенку, который к вам пришел. Комфортно? Комфортно. В руках держать то, что ему мило, а не то, что он не хочет. Да? Чтобы на столе или где-то в уголке был любимый балансир, если он любит делать вот так. И вот эти предметы, его любимые журналы, пусть это даже аутостимуляция, он их быстро пролистывает, но наличие комфортных, мотивирующих предметов для него, для аутичного человека, оно будет способствовать тому, что он с большим желанием зайдет в кабинет. Использование визуальной поддержки. Мы с вами рассмотрели вопрос, связанный с трудностями объединения информации в единое целое. И несмотря на то, что в зрительном анализаторе у детей с аутизмом это ярко выражено, все равно ведущий анализатор, на который мы будем опираться, это именно зрительный. Почему? Потому что слуховая информация «ты сказал», она улетела. Слух, речевую информацию обрабатывать значительно сложнее, значительно, чем визуальную. А визуальную намного проще. работа с родителями. Работой с родителями я этот список хочу завершить, потому что это, как мы поняли, уже тоже очень важно. Вот из сегодняшней лекции, сегодняшнего, я бы даже сказал, семинара, потому что вы были очень активны, мы поняли не только про особенности, но мы поняли и о том, что из этого вытекает в нашей практике, в нашей практической работе, в работе с ребятами. Спасибо вам большое. Спасибо. Я приглашаю вас в Федеральный ресурсный центр и на конференцию всероссийскую 28-30 ноября комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра. Три дня очень интересных докладов, презентаций, мастер-классов, презентационных площадок в разных организациях. В сайте и в разных организациях. Безуслов. Но кем-то гугл. Безуслов- Безуслов. Игра. Безуслов. Продолжение следует...